Беженцы с юго-востока Украины продолжают пребывать в Мурманскую область. Всего, по данному ФМС, с 1 июня прошлого года в Заполярье приехали 4850 человек с юго-востока Украины. Из них более 1100 детей. Еще пять родились уже здесь, на севере. Но далеко не у всех людей, получивших кров, стабильное положение. В кризисной ситуации можно оказаться, например, из-за болезни головы семьи, как это и произошло у супружицкой четы Панченко. Чита Панченко с сыном приехали в Мурманск в августе прошлого года, когда в родном городе Красный Луч под Луганском уже начали взрываться бомбы. В Заполярье у них из родных никого не было, зато была надежда на достойную зарплату и трудоустройство главы семьи. У Алексея за плечами 13 лет стажа работы в украинских шахтах. Мы ехали, рассчитывали на рудники. Сестра с мужем, у него было больше, его специальность была больше востребована, машинист электровоза, их взяли на работу. А у меня другая квалификация, я взрывник. Взрывником его и не взяли. Обещали, обещали, потом в итоге, ну а дома не будешь сидеть, все-таки у нас уже живот рос. Жена Вика была в положении, поэтому несолоно хлебавши в Кировске, семья поселилась в пункте временного размещения в Мурманске. Здесь же 13 декабря родилась юная мурманчанка Милана. Все это время Алексей работал на шабашках, разнорабочем на стройке, грузчикам на промзоне, хватаясь за любую возможность. Но две недели назад банальный гололед вывел главу семьи на долгое строе. И я не думал, что все так серьезно. Нога поехала, я подскользнулся, упал на нее, и получается, с собственным весом второй ноги, встал же на нее опять. Я думал, я ее вывихнул, скачал, как же всегда, встал, опять упал. Потом позвонил товарищ, он мне помог добраться до травмопункта. Диагноз – осколочный перелом со смещением пяточной кости. А это как минимум три месяца в гипсе, без зарплаты, без источников к существованию. Понятно, что голодная смерть семье Панченко не грозит. Продуктами пока помогают общественники. Но кроме еды есть же и другие элементарные потребности. Памперсы нужны, памперсы. Влажные салфетки – это не острая необходимость, можно обойтись, но памперсы нужны. Стиральный порошок детский. Средства личной иены. Маленькая дочка родилась в Мурманске, но никаких прав, социальных пособий, как гражданка России, она не имеет. Для того, чтобы государство начало помогать юной Милане, по закону у одного из родителей должен быть российский паспорт, либо вид на жительство. А это госпошлина – 13 тысяч рублей. Таких денег в семье нет, а на оформление документов осталось всего два месяца. Лично я контактирую со всеми семьями, на которые мы распределяем гуманитарную помощь. Мы также самоорганизовывали несколько разбор именно от нашего общества, поэтому это точечно, в частном порядке, в случае необходимости. Телефон Ольги Тараненко вы видите сейчас на экране. Общественная организация объединения украинцев Мурманской области находится в ДК моряков. Здесь всегда рады отзывчивым мурманчанам. Все полученные средства будут переданы семье Панченко. Также мы размещаем контакты Виктории, которая ждет помощи в оформлении документов юной мурманчанки Миланы.